МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они вынуждены были временно закрыться. Обидно, что на таком прекрасном здании, кстати, 1913 года постройки, архитектор Соколовский, такие возникают трещинки. Мы вместе с вами еще в октябре прошлого года снимали сюжет о том, как открывали это здание после большой реконструкции. На нее, кстати, ушло 40 миллионов рублей. Визуально, что оно хорошо сделано было, а всыпется, это, наверное, делали зимой. В администрации университета, конечно, уже в курсе проблемы. Они связались с подрядчиком, и дефекты эти будут переделывать. Только по гарантии или нет, не сообщается. А мы двигаемся дальше. Мы на Кольцевой 3А возле 17-й школы, в сквере, в котором раньше очень любили гулять местные жители. Но сейчас он превратился в черное грязное месиво. Потому что находчивые автомобилисты решили устроить себе тут дорогу, срезают путь и едут прямо через парк. Ну, наглость несусветная. Причем вот я гуляю здесь, например, 15-20 минут, за этот период проходит 10 машин. Здесь не вырастет трава. Как только это засохнет, продолжится движение. Такое ощущение, что это трасса. Я этот сквер знаю с самого детства. Когда его благоустраивали, они все блоки убрали. Чаще всего незаконный путь выбирают именно родители учеников. Гимназии и школы, которые находятся неподалеку, говорят жильцы. Конечно, это удобнее. От семафорной напрямую проехать до кольцевой, предмостной, не стоять в пробке. Вот товарищ выезжает, вот он сейчас куда поедет. Может, нас увидел. Просто поставить банально какие-то блоки. Все. Я лично воюю здесь с января. Вы обращались в районную администрацию? Да, я с ними созвонила 17 марта. Мне сказали, что работает комиссия. Сегодня 1 апреля мы видим, что никаких блоков, ничего нет. Сначала мне предложили вообще снимать автомобилистов, номера и отправлять им. И тогда они только будут заводить. И они должны этим вообще-то заниматься. Потом уже до скандала дошли. Уже один раз чуть ли не до траки дошло. Что тут нельзя ездить, нельзя до этого ужаса доводить. Люди разворачиваются, уезжают. А есть просто начинают рукоприкладываться. Мы договорились с жильцами, что жалобы на нарушение и все фотографии нарушителей мы отправим в администрацию Свердловского района, чтобы комиссия как можно скорее приняла решение по этому участку. Заканчиваем дежурную группу на перекрестке улиц Карла Маркса и Кирова. Здесь еще в 11 местах центрального района уже появились павильончики для уличной торговли. Таким образом, районная администрация официально открывает сезон дачных рынков. Что-то нам подсказывает, что в этом году свой урожай будет особенно востребован. Ну а где будет спрос, там будет и предложение. Грибы брал, соленья брал, варенья брал. Ну, во-первых, это натуропродукты, которые бабушки сами на своих садах, огородах выращивают. Мелкое импортозамещение. У меня своя дача, и мне не надо ничего. Это так называемые социальные ряды садоводов. Открыты они будут до 1 ноября. Все адреса социальных рядов в центральном районе вы сейчас можете видеть на экране. Их около 12. Но это район Березина и Гагарина. Есть и Ленина, и улицы Республики в том числе. Интересно, как бы выглядела реклама этих комфортабельных уличных мест? Это была дежурная группа «Свои новости». Присылайте нам по телефону 202-22-22. Пишите на WhatsApp или Viber. Для вас сегодня работали Анастасия Цыганова, Андрей Ткачук. Новости Прима. 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 Продолжение следует...